Ежегодно в мире выявляется около 200 тысяч пациентов с аневризмой брюшного отдела аорты. И вот разрыв этой самой аневризмы – десятая по частоте причина смерти мужчин в возрасте старше 55 лет. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». В эфире программа «Звоните доктору». И я буквально с трепетом представляю вам нашего гостя, потому что сегодня у нас в студии Алексей Ивачев, сердечно-сосудистый хирург, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии города Самары, заведующий кафедрой факультетской хирургии СМГБ, доктор медицинских наук, профессор. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы говорим об аневризме брюшной части аорты, как я уже сказала в самом начале. И как мне показалось, Алексей Николаевич, когда я сказала, что это причина смерти мужчин старше 55 лет, вы как-то отреагировали. Я была неточна? Вы были не очень точны. Так, поправьте меня, пожалуйста. Конечно, это заболевание, которое поражает и мужчин, и женщин. Конечно, мужчин чаще, чем женщин, но тем не менее у женщин это тоже наблюдается. Тоже наблюдается, да. В основном это касается людей, которые курят, и курят немало, и работают на тяжелом физическом производстве или на каком-то химическом производстве. Вот я сейчас рискую увести нас в сторону, но мы постараемся ненадолго уйти. Но мой опыт общения с курильщиками безуспешен. То есть человеку невозможно понять, каким образом воздействует курение конкретно на то, о чем сейчас мы с вами говорим. Я постараюсь очень коротко, поскольку про это очень много написано, сказано. И сегодня во всех странах все правительства с курением ведут самую беспощадную борьбу, потому что именно курение, как фактор доказанный, причем фактор, абсолютно доказанный фактор, который способствует развитию атеросклероза, является одним из основных моментов развития инсультов, инфарктов, гангрен нижних конечностей и развития аневризма, аорта в том числе. Это вот первое, что мне кажется все время нужно повторять, что это основной доказанный фактор. Второе, конечно, это относится к привычным зависимостям. И без проявления сильных волевых качеств человек, который курит, отказаться от этого он не сможет. Но каждый из этих людей должен понимать, что он сам лопатой себе кое-что вырывает постоянно. Это точно. Возвращаемся, хотя я еще много вопросов бы вам задала на самом деле на эту тему. Мы говорим про аневризму брюшной части аорты. И, наверное, нужно нам разобраться с матчастью сначала. Ну, понятно, что мы все слышали слово аорта и даже представляем, что это такое. Лучше, наверное, пояснить. Надо сказать, что аорта – это самый крупный сосуд тела человека. Он выходит, этот сосуд, из сердца. И, проходя вдоль позвоночника по всему туловищу, от аорты отходят сосуды ко всем остальным органам. Поэтому этот сосуд, он считается основным для макроорганизма. Через этот сосуд проходит вся кровь. Каждую минуту времени через аорту проходит большое количество крови. И если это прекратится, человек погибает. Главная транспортная магистраль, будем так называть. Да, это основная дорога для крови в теле человека. Да, это так. Так. Переходим к аневризме. Что это такое? Есть заболевания, которые поражают сосудистую стенку. Сосудистая стенка аорты – не исключение. Основным заболеванием таким как раз является атеросклероз, который прогрессирует при курении. И когда эти атеросклеротические бляшки в стенке аорты начинают распадаться, а это происходит достаточно быстро, поскольку период жизни бляшки от ее рождения до распада занимает не более 15 лет. И человек еще продолжает жить, а в его организме, в стенке сосудов, и в частности в аорте, начинается распад этих бляшек, и из-за давления крови внутри аорты стенка аорты истончается, и начинается расширение этого сосуда. И в определенный момент сосуд может лопнуть, и тогда человек погибает. Вот если аорта расширена в своем диаметре больше, чем на 50%, а это не очень много в обычных цифрах, скажем, средний диаметр аорты колеблется от 2 до 3 сантиметров, и если аорта расширена больше 4 сантиметров, это уже аневризма. А статистика права, что именно в брюшной части чаще всего случается такая беда? Да, это абсолютно правильно. Аневризма может начать развиваться в любом сегменте аорты, от сердца до сосудов нижних конечностей, до сосудов ног. Но чаще всего, примерно у 70% больных, аневризма развивается ниже почечных артерий. И это брюшная аневризма. Есть сегмент аорты от почечных артерий до того места, где она разделяется на 2 сосуда в нижней конечности. Вот этот сегмент от почечных артерий до сосудов нижних конечностей, брюшная аневризма, это 70% всех аневризм. Кто под ударом? Я прочитала, что если в семье была такая патология, то у прямых родственников в 12 раз выше риск развития аневризмы? Наследственность, конечно, имеет свое значение. Это активно изучается. Но наследственность прежде всего по атеросклерозу, по основному заболеванию, которое приводит к развитию аневризмы. Надо сказать, что к развитию аневризма приводит не только атеросклероз. Есть еще другие заболевания, врожденные, приобретенные. Даже сифилис может в определенной стадии своего развития закончиться формированием аневризма аорты. Но на первом месте все-таки атеросклероз. И вот изучаются генетические факторы у людей с врожденными заболеваниями, изучаются генетические факторы у людей с атеросклерозом. Это имеет значение. Это действительно так. Второе, на втором месте, это, конечно, гипертоники. Люди, у которых высокое артериальное давление, и у которых это артериальное давление очень плохо поддается коррекции. То есть назначаются какие-то препараты, но они обладают определенной эффективностью, но недолгое время. И через, скажем, 5-6 месяцев регулярного приема артериальное давление вновь начинает вырастать. Существует привыкание к препаратам. Препараты не у всех людей работают одинаково. Это разные ситуации. Итак, второе, это гипертоники. Третье, нужно сказать о людях, которые заняты на тяжелом физическом производстве. У них, конечно, в момент поднятия тяжести, в момент физической максимальной активности, у них давление вырастает, растает, и аорты испытывают, конечно, дополнительные нагрузки. Ну, можно еще перечислять, но вот основные вот эти вот моменты. Алексей Николаевич, а я сказала, что по статистике 200 тысяч пациентов в год, ну, это в мире, да, цифра. А вообще, насколько серьезная эта проблема, ну, хотелось бы, конечно, по нашей области вот как-то представить, как много у вас таких больных, как много операций проводится. Вопрос о реестре тех или иных заболеваний, он, конечно, достаточно сложен, и мало стран, которые имеют этот реестр по различным, по различной патологии. По аневризмам на сегодняшний день больше всех данных накоплено в Соединенных Штатах Америки и в Германии. Вот две страны, которые, в Японии, три, пожалуй, страны в мире, которые показывают очень четкий реестр, что куда движется каждый год. Это вот первое. Поэтому мы пользуемся данными, которые берем из источников этих стран. Надо сказать, что там расчеты ведутся в зависимости от расовой принадлежности, прежде всего. Так вот, в структуре белых мужчин старше 50 лет, от 50 до 75 лет, а в другом реестре от 50 до 80 лет, если эти мужчины курят, то на 1 миллион населения должно быть чуть больше 500 пациентов. Вот из этой группы с аневризмами аорты. Другими словами, если на наш город эти данные перевести, то от 300 примерно до 400 человек ежегодно имеют эту патологию в нашем городе. Это очень большая цифра для этого заболевания, поскольку это заболевание, которое лечится только хирургическим путем. Если бы опоздали к началу программы, сегодня у нас в студии Алексей Ивачев, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии города Самары. И поскольку мы говорим об аневризме брюшной части аорты, предлагаю сейчас в первую очередь, наверное, Алексей Николаевич, поговорить именно о лечении, потому что, насколько мне известно, немногие клиники страны обладают такими огромными навыками, таким огромным опытом в лечении именно этого заболевания. Мы сегодня говорим об аневризме брюшного отдела аорты. Надо сказать, что еще раз вернуться к тому, что аневризмы есть в любой части аорты, могут быть, могут развиваться. Брюшная аневризма самая частая. Надо сказать, что вообще-то хирургия – это достаточно часто, и в любом отделении сосудистой хирургии должны быть, и они есть. Как правило, мне достаточно хорошо известна ситуация в стране, как правило, есть специалисты в каждом отделении сосудистой хирургии, где оперируют подобных больных, поскольку это частая патология, просто некуда деваться. Другое дело, что локализации других, другие локализации, аневризм, аорты – это достаточно редкая ситуация, чтобы везде их оперировали. Это вот первое, что нужно сказать, с моей точки зрения. Второе, да, мы, если посмотреть на количество операций, выполняемых ежегодно по поводу аневризм брюшного отдела аорты, наша клиника находится в первом десятке в нашей стране, выполняется примерно от 35 до 45 операций только на брюшной аорте в год. Сейчас эта цифра начала нарастать, сейчас она нарастать будет. Пожалуй, вот так могу ответить на этот вопрос. Оперируют во многих местах, но там есть проблемы, которые связаны с тем, что, во-первых, есть хирургия плановая, мы должны вот это понимать, и хирургия экстренная, брюшный аневризм. Если мы говорим о плановой хирургии, и мне хотелось бы, чтобы это все вот каким-то образом отметили вот это. Вот если мы плановом порядке больного оперируем, то вероятность плохого исхода, она не превышает 5% на сегодняшний день. Если же у больного начинается разрыв и кровотечение, то вероятность плохого исхода сразу превышает 80%. Кардинальная разница. Поэтому это принципиальный вопрос, вопрос первичной диагностики, вопрос качества первичной диагностики своевременного направления на операцию. Да, я думаю, что мы сейчас еще остановимся с вами на этом, может быть, даже поподробнее. Но вот возвращаясь к лечению и, в общем, к хирургическому лечению, поскольку все-таки с хирургом понятно, о чем нужно говорить. Опять-таки, в общем доступе я нашла, что есть два варианта хирургического лечения данного заболевания. Два варианта – это операция с открытым доступом и операция… Эндоваскулярные. Эндоваскулярные. Конечно же, все мы много слышим, читаем, знаем. И всем хотелось бы, в случае чего, не дожить до операции с открытым доступом. Меньше травмы получить, да. Конечно, да. А на самом деле, вот в чем разница, когда и в каких ситуациях вы проводите операции, те или иные? Я думаю, мы начнем вот с чего отвечать. Вопрос очень сложный. Он очень сложный и для медицинского сообщества. И это вопрос очень злободневный. И злободневный и для медицинского сообщества в том числе. Данная патология, аневризма аорты, это патология исключительно хирургическая. Вот это очень важно. Никаких консервативных методов лечения подобных больных не существует. Только операция. Операция действительно может быть выполнена сегодня в двух вариантах. Либо эндоваскулярно человеку могут поставить стенд. И во многих странах сегодня это доминирующая технология. Либо человека могут прооперировать открыто, через разрез. В данном случае об аневризме брюшной аорты идет разговор через разрез на животе. Какое, вернее, знание сегодня накопило человечество? Сначала показалось, и это было лет примерно 20-15 тому назад, что при совершенствовании эндоваскулярных технологий всех больных можно будет лечить через отдельные проколы с этой патологией, с аневризмом брюшной аорты. К сожалению, это оказалось не так. К сожалению. Да, эта операция приносит меньше травму. Да, она сопровождается в момент ее выполнения несколько меньшим количеством осложнений. Но, к сожалению, в послеоперационном периоде у этих больных могут возникать очень серьезные проблемы, которые на сегодняшний день пока очень трудно решить. поскольку эндоваскулярная технология – это установка металлического каркаса, покрытого определенной тканью, которой не смачивается, специальная ткань, в просвет аорты. Аорта – это живой механизм, она постоянно пульсирует. И вот металл, он, конечно, хорошо крепится, он, конечно, облегченный, он, конечно, инертный, он, конечно, сделан в виде сетки, но это все-таки металл. И когда устанавливается такая конструкция в просвет органа, который постоянно пульсирует, то со временем это приводит к деформации этого сегмента, где установлен этот протез. И сегодня уже четко показано, что в ближайшие два года после эндопротезирования примерно 18-20% больных, то есть каждые 20 человек из 100, будут подвергнуты какой-нибудь повторной операции. И эти операции, они зачастую протекают значительно тяжелее, чем первая операция. Открытые операции, большая первоначальная травма, разрез, большая и достаточно серьезная операция. Но на сегодняшний день в современных условиях эта операция выполняется по принципу «сделал и забыл». Если человеку эту операцию сделали и операционный период прошел спокойно, нормально, а это больше 95% людей проходит так операционный период, то этот человек живет абсолютно нормальной жизнью уже через месяц после этой операции без каких-либо серьезных ограничений. Поэтому с точки зрения долгосрочной перспективы открытые операции на сегодняшний день в приоритете. Эндоваскулярное лечение – это абсолютно необходимая вещь для особой категории больных, для престарелых людей старше 75-ти, старше 80-ти лет, у которых есть масса других сопутствующих заболеваний. И в мировой практике на сегодняшний день звучит уже как достаточно устойчивая рекомендация, что если человек работоспособный, работающий человек, если у него нет выраженной так называемой коморбидности, то есть выраженных других заболеваний, других органов и систем, лучше ему сделать открытую операцию. Но вы же не даете выбор пациентам? Я думаю, все-таки врач принимает решение. Нет, почему? Мы даем выбор пациенту. Другое дело, что вот эти эндоваскулярные конструкции – это все-таки достаточно дорогое пока дело. Государство это все обеспечивает. Но каждая клиника получает определенные квоты на эти протезы, потому что это реально очень дорогая ситуация. Наша клиника уже многие годы имеет квоту на эндопротезы от 6 до 12 в год. Год на год не приходится. И мы, конечно, людей, у которых выражены сопутствующие заболевания, но есть люди с онкологией, есть люди, которые перенесли 1, 2, 3 инфаркта миокарда, есть люди после инсультов, есть люди, у которых провели тяжелую замену суставов. Разные ситуации есть. И у них тоже есть аневризмы. Вот подобным людям мы, конечно, ставим эндопротезы, поскольку их физическая активность в любом случае ограничена. Значит, у них этот протез будет стоять достаточно долго. Это эндопротез. Если же человек активен, и он работает, и он ведет активный образ жизни, даже если он на пенсии, мы все поясняем, рассказываем. Лучше сделать открытую операцию, она действительно дает лучший отдаленный результат. Давайте сейчас мы покинем студию, пообщаемся с вашими пациентами, и после этого продолжим разговор. Житель села Узюква Вячеслав Ледачков обратился в больницу с жалобами на боли в желудке. Терапевт направил его на УЗИ. Исследование выявило утолщение участка аорты. Я живу в частном доме, и снег кидал, все делал вообще. И огородом же я летом-то занимался один. Это, в общем-то, ничего не чувствовал, что чего-то у меня не в порядке. Я-то все время опасался, что у меня в девятом году инфаркт был, что мне надо немножко физически не упираться так сильно. А на самом деле, видите, оно повернулось в другую сторону. После необходимых обследований Вячеслава прооперировали. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает. Вячеслав может ходить, есть и разговаривать, пока он находится под наблюдением в стационаре. Это абсолютно типичная ситуация, что больной живет и не знает об этом, и его ничего не беспокоит. И при каком-то другом исследовании, будь то профилактический осмотр целенаправленный, или пациент сам приходит по поводу непонятных болей в животе, например, связанных с желчнокаменной болезнью, или с желудком приходит в полиплинику, обращается. Но аневризма сама чаще всего протекает именно бессимптомно. Большинство страдающих аневризмой даже не подозревают о своей болезни. Вот эта локализация, это больше 70% всех аневризм. Сегодня хирургическое лечение аневризмы чаще всего проходит успешно. Главное, вовремя обратиться в поликлинику для постановки диагноза. Очень примитивно, но хотела бы уточнить. Во время эндоваскулярной операции вы вводите, условно говоря, каркас, который защищает место расширения, если я правильно понимаю. При операции открытым способом вырезается вот этот расширенный участок и заменяется на что-то другое. Или я прям даже боюсь произносить, вы сейчас рассмеетесь, но хотелось бы понять механизм. Здесь нужно пояснить, что если аорту представить в виде цилиндра, и что в каком-то месте этого цилиндра, по которому постоянно течет кровь, пульсирующей струей, если в каком-то месте этого цилиндра начинается разрыв аорта, то эндоваскулярная операция – это когда внутрь этого цилиндра заводится еще один цилиндр с металлическим каркасом, крючами крепятся к стенке аорты в нормальном месте, выше этого разрыва начинающегося. И вниз опускается другой цилиндр, который один в другом стоит. И он уже в нижней части просто висит. А в нижней части он либо выводится дополнительными надставками на бедра, либо оставляется в таком состоянии. То когда разговоры об открытом, и плохо как раз то, что остается вот эта стенка измененная, и в нее все равно частично поступает кровь, и она может дальше расширяться и разорваться. В обход. И этого предусмотреть полностью невозможно на самом деле. Вот поэтому такое большое количество, 20% реопераций. Когда делается открытая операция, этот сегмент можно полностью удалить. Этот сегмент можно полностью выключить из кровотока. И верхний, здоровый, скажем так, конец аорты, и нижний, здоровую стенку аорты, соединить протезом такого же диаметра. Обход сделать, условно говоря. Да, синтетическим, легким, без металла. И состоящим, сделана эта материя из абсолютно несмачиваемой ткани. Поэтому там проблем никаких не будет. И когда человек заживает рано, скажем так, он становится абсолютно здоровым. У него больше этого нет. Вы сказали, что главная опасность аневризма – это ее разрыв. То есть здесь вот не идет речь о плановой операции, здесь речь идет об экстренной операции. При разрыве. Да, при разрыве. Почему вообще до этого доходит? Она плохо диагностируется? В чем причина того, что так случается? Именно так. Именно так. Основная проблема, которая сегодня есть не только в нашей стране, но и во всем мире – это проблема первичной диагностики. Диагностика первичная – это диагностика на уровне поликлинического звена. И проблема основная заключается в том, что у подавляющего большинства этих больных никаких клинических проявлений при начале расширения аорта долгое-долгое время нет. А когда начинаются клинические проявления в виде появления пульсирующей боли или боли в поясничном отделе позвоночника, то человек их связывает с чем угодно, поскольку это заболевание все-таки старшей возрастной группы, как правильно мы сказали, старше 55 лет. И человеку кажется, что это у него уже было, живот немножко поболит и пройдет, я приму таблетку ножпы и все пройдет. Но, к сожалению, это не совсем так. И если это начинается рост аневризма, это будет большой бедой. А так как человек не предъявляет жалобы, то у врача вроде бы и нет оснований проводить эту диагностику. И вот из-за этого, к сожалению, первым симптомом аневризма бывает разрыв очень часто. И это так во всем мире. Ну и тогда все-таки что делать? Если невозможно заподозрить, то что делать? На эту тему ответили уже в медицинской науке и практике. И уже есть четкое, абсолютно устойчивое положение, что при диагностике аневризма брюшного отдела аорты для современного развития медицины – это очень простая вещь. И эта диагностика не занимает какого-либо дополнительного времени, буквально от 3 до 10 минут. Это 10 минут – это даже иногда много. Разговор идет о банальных ультразвуковых методах исследования. То, что проводится на сегодняшний день в каждой поликлинике, не в одном, а в нескольких кабинетах. Наша страна сегодня очень хорошо, и наш город в частности, очень хорошо насыщена ультразвуковой аппаратурой. В каждой поликлинике есть не один кабинет, где можно провести эту диагностику. Вы имеете в виду, что можно это обнаружить при исследовании ЖКТ, любом музее исследований, например? Да, именно так. Необходимо, чтобы при любом исследовании брюшной полости, при любом исследовании брюшной полости, и это сегодня введено в протокол в нашей области, мы в свое время проводили определенную работу, чтобы при любом исследовании брюшной полости осматривалась брюшная аорта. И если она больше трех сантиметров в диаметре, а в норме в этой зоне аорта примерно два сантиметра, вот в брюшном отделе она в норме два сантиметра, если она больше трех сантиметров, больного необходимо направить либо сразу на прием к сосудистому хирургу, в нашем городе это два отделения, это отделение в областной больнице имени Середавина, сосудистой хирургии, или отделение у нас в клиниках, в клиниках Самарского медицинского университета, на прием с этими данными, либо сделать компьютерную томографию и уже с компьютерной томографией отправить, потому что окончательным диагнозом диагноз компьютерно-томографический. Алексей Николаевич, я благодарю вас за этот действительно очень интересный разговор, и мы сейчас, наверное, с вами обращаемся к медицинскому сообществу, к докторам УЗИ быть более внимательными, но в основном мы обращаемся к нашим зрителям, быть более внимательными к себе и, может быть, даже лишний раз попросить доктора посмотреть предмет на вот часть аорты, о которой мы сегодня говорили. Спасибо большое за участие в этом разговоре, мы вам желаем только плановых больных. Спасибо. Увидимся ровно через неделю. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова